Абсолютно немыслимое, что могло быть только при руководстве государством шоуменом, господином Зелинским, обсуждалось, как они будут нападать, что они будут делать так, как будто бы телевизионный сериал, а не военная секретная операция. Напоминаю, что когда крохотная Чечня огрызалась, она огрызалась гораздо более круто, чем эта Украина, которая поддерживается иступленно всем Западом. Украиной управляет, господствует, делает с ней что хочет. Очень темное и талантливое меньшинство в 600-700 тысяч людей. А они могут сделать с ней что угодно. Сергей Ирланович, здравствуйте. Здравствуйте. Год выдался довольно непростой и для Беларуси, и для России, но, думаю, можно сказать, что мы достойно выдержали удар, в том числе санкционный, со стороны Запада. Часто слышу такое мнение, что вот это было лишь одним из этапов развязанной Западом против нас гибридной войны. А как вы считаете, они зашли в тупик в этой своей войне против Беларуси и России? Или нам следует ожидать продолжения этой войны? Мне кажется, что их тупик преувеличен. То есть, конечно, они верили украинцам, и все ориентировались на эти крупные неприятности, которые были при отступлении от Харькова и так далее, что они сейчас, уж когда они что-нибудь сосредоточат, то они уж точно все прорвут. Вдобавок, ну, происходило абсолютно немыслимое, что могло быть только при руководстве государством шоуменом, да, господином Зелинским, обсуждалось, как они будут нападать, что они будут делать так, как будто бы это, ну, я не знаю, что, телевизионный сериал, а не военная секретная операция. Они, значит, во-первых, совершенно иначе все это обсуждали, во-вторых, они прониклись очень украинским таким легкомыслием, южно-русским, скажем, да, по поводу того, что офигли там, под Харьковом, одним пальцем, так сказать, победили москалей, сейчас всюду будем. Это второе. То, что они засвечивались, это первое. И, наконец, третье в том, что они по-идиотски себя повели с Западом. Они сказали, что вот если вы нам что-то дадите, то мы вам гарантируем победу. А надо было сказать, ой, мало, ой, мало, еще мало, еще мало, да. Мои восточные знакомые, которые, так сказать, в таких случаях очень мудро себя ведут, они говорят, что тебе прислали какого-нибудь уйгутского повара хорошего, да. Ты поел, и обязательно должен сделать какое-нибудь замечание, что вот вся блюдо замечательное, но там что-нибудь. Манты чуть-чуть как-то толстоватые, да. Зачем? Затем, чтобы прислали потом повара опять. Никогда нельзя сказать, что ты полностью удовлетворен, потому что тогда ты берешь на себя все издержки. А нужно было все время перевешивать на них. Ой, мало дали, ой, тут не додали, ой, да что ж мы будем делать, и так далее. Вместо они сказали, ништяк, все зашибись, Абрамсы все прорвут, и так далее. Это было три идиотизма украинских, да. Засветить это свой контрнастов, да. Оценить все это так, что они великие, при уменьшении силы противника, а москали все побегут сразу. И перед Западом отчитаться по принципу обещания победоносности. Все эти три вещи долбанули им по голове очень сильно. Очень сильно, но не смертельно. Они будут огрызаться, поэтому в этом смысле, что мы имеем в виду под нашими успехами? Мы выдержали этот контрнастов, да, и в отдельных местах перешли к ситуационным атакам, очень существенным, это освобождена Маринка, это очень важно, там и так далее, и тому подобное. Есть еще, может быть, все-таки возьмут Орловку где-нибудь через полгода, и тогда замкнется этот котел. Короче говоря, мы движемся куда-то, а главное, что мы выстояли, а что самое существенное, с моей точки зрения, так это то, что ну как-то постепенно, это тоже главный русский недостаток, все всегда начинается с неукротимого бардака и глупости. Но постепенно, когда это все втягивается в какую-то военную работу, в ратный труд, оно начинает выходить на некоторые, не стал бы их никак восхвалять, очень средненькие, но параметры. И как только это выходит на эти очень средненькие параметры, и люди как-то начинают воевать, выясняется, что это русские, их много. У них, хотя и не хотят их задействовать этим эволюционные возможности, они есть, у них промышленность есть. Напоминаю, что когда крохотная Чечня, во второй Чеченской, когда уже Путин пришел к власти, огрызалась, она огрызалась гораздо более круто, чем эта Украина, которая поддерживается иступленно, иступленно, всем Западом. Теперь об этой иступленной поддержке. Да, в ней и сейчас возникли лакуны. Но я сомневаюсь, что эти лакуны носят стратегический характер. Это все, так сказать, перетягивание одеяла. Демократы хотят одного, республиканцы другого. Демократам нельзя обижать латиносов и всех прочих, кто нелегальную миграцию наращивает на границе с Мексикой. Они, этот забор для них, это потеря голосов. Республиканцам, наоборот, это нужно. Да, демократам нужна поддержка Украины такая. А республиканцы вроде как с ней не ахти. Вот они это перепихивают с одного края на другой. Но это временное явление. Они договорятся. Главная империя мира, глобальная империя под названием США, она, конечно, загнивает. Очень сильно загнивает. Совершает дикое количество ошибок. Но она не умирает. Она корчится. И я хочу сказать дополнительно, что когда она умрет, а это очень нужный этап в развитии человечества, то наступит не тишь гладь Божья благодать, как кое-кто нас уверяет. Многополярный мир не будет более справедливым. Он не будет волочь в такой ад, в который этот однополярный волочет. Но там будет дикое количество конфликтов и много еще другого. И неустойчивость будет огромная. Так что готовиться надо к тому, что мы вползли в этап долгого стратегического неблагополучия. Был один котел, такой горячий котел, который нагревали до той или иной температуры американцы. Назывался он украинский, его называют еще русским. Теперь есть второй котел, ближневосточный. Конца края не видно. Наползает третий, кавказский. А на средневременной перспективе дальневосточный. Он будет. Он будет. И что будет в Афганистане, тоже вопрос непростой. Наш оптимизм по поводу того, что мы с талибами договоримся, я не хочу разделять. У меня всегда в этом случае поговорка такая известная. Будем рассчитывать на худшее, пусть хорошее, а будет приятная неожиданность. Так что все это картина постоянно накачиваемого неблагополучием мира, в котором мы как-то выстаиваем. Теперь что будут делать дальше американцы, я убежден. Они профинансируют все в итоге, и отдадут более тяжелое оружие, какое-то из этих видов оружия окажется эффективным, и будут накачивать, как могут, конфликтность и в Белоруссии, и у нас на внутриполитическом поле. Главная ставка на это. Этим все безусловно не ограничится. Будут еще гораздо более крупные и гораздо более фундаментальные неприятности. И для того, чтобы эти неприятности нам преодолеть и победить, нам нужно сделать что-нибудь из того, что мы можем. Мы не можем сейчас взять и все, что существует, так сказать, объявить негодным, так сказать, его разрушить до основания, а затем, да, как бы начать предъявлять избыточные претензии к той реальности, которая, я хочу подчеркнуть, формировалась 30 лет и не может быть переформатирована за один год. Но мы можем кое-что сделать. В той стране, которую мы получили в итоге, со всеми ее страшными изъянами и со всей ее небезнадежностью, как мы убедились, в этой стране может иметь место без всяких переходов на полууголодное существование трехмиллионная профессиональная армия. Сугубо профессиональная и трехмиллионная. И без мобилизации, без всего. Просто трехмиллионная. С инфраструктурой, которая ей нужна, с военно-промышленным комплексом, который ее поддержит, с идеологической мотивацией, с новым типом оплаты труда, с новым вписыванием всего этого в страну и с созданием тех других структур, которые должны это сопровождать. Такую армию нельзя отпускать на самотек. Ее надо контролировать. Значит, вопрос о спецслужбах, о многом другом тоже встает. Все это в сфере возможного. Но для того, чтобы это стало возможным, нужно признать вовремя степень неблагополучия ситуации. И тогда мы не только уцелеем, мы действительно перейдем на новые рельсы, у нас откроются новые возможности, и эти новые возможности приведут нас к гораздо более, как мне кажется, русскому по своей фундаментальной основе существованию, нежели то, которое существует сейчас. У меня по этому поводу есть один такой бытовой пример. Кто-то решил, что в России, в стране, где во всяких красивых деревьев, там сосен, там елочек и всего остального, нужно насадить канадские клёны. Ну, захотели насадить. А они не растут. Их посадили, они торчат вот так, как штыри. И все. Да? И когда ты их лицезреешь, ты понимаешь, что такое чужое. Вот оно чужое. Вот неважно, никого не хочу упрекать, думали, что будет свое. Всегда бы нам такие мелкие неприятности. Но если всмотреться в это, то это вот чужое, да? Теперь посмотрите, что такое Москва-Сити. Это такой центр, в котором на верхних этажах у меня есть одна близкая, очень знакомая, товарищ мой, который любит праздновать дни рождения в каких-то таких экстравагантных ресторанах. Поэтому я знаю, что говорю. И вот там качает наверху, да? Слегка покачивает. А многие из обитателей этих квартир к качке относятся плохо, да? То есть они испытывают неприятности, типа тошноты, но им нравится, что они живут на верхотуре, аж как в Нью-Йорке, да? А это не как в Нью-Йорке, понимаете? Это наша родина. Там электричество часто отключается, ходить надо пешком, качаться надо все время. Морская болезнь сильная. Многие из тех, у кого есть такие большие яхты, они пришвартовываются, и даже пришвартовавшись на этих яхтах, которые фигуры престижа, не у всех, но у многих, они в них жить не могут, а живут в Хилтоне. Короче, проблем много. Так вот, это как канадский клен. Вот вы предвосхитили один из моих вопросов. Я хотел вас поинтересоваться вашим, ну, скажем так, может быть, осторожным прогнозом относительно развития мировой обстановки, о том, ждать ли нам новых конфликтов, но вы сказали, что они, безусловно, будут. Кто такие хуситы? Кто знал, что есть какой-то Йемен, кроме специалистов? Точка очень непростая, да? Но это даже не пуштуная. Эти хуситы взяли и блокировали главную логистическую магистраль. Все поахали, поохали, создали какую-то идиотскую коалицию, которой якобы этим императором будет заниматься. Это полный блеф. И на самом деле мирно поплыли, огибая Африку. Теперь кто-нибудь их будет поджидать там, а также где-нибудь в Армузском заливе и где-нибудь еще, да? Так что эти же процессы будут идти? Будут. В целом процесс деградации западной элиты огромен. Но я знаю некоторых людей. Я знаю, что руководители Нью-Йорк Таймс не бывают бывшими, потому что они, помимо всего прочего, всегда царушники и так далее. И что это люди довольно масштабные. И когда начались разговоры о том, что в Японии должно быть ядерное оружие, а это значит, что оно обязательно должно быть у Германии, то самый крупный процесс, которого американцы боятся и, видимо, будут допускать, это окончательное переигрывание итогов Второй мировой войны. Это самый страшный процесс для нас и для Белоруссии, да? Они идут к этому медленно. Они этого боятся. Но рост Китая их к этому подталкивает, а нельзя дать развернуться Японии, даже если она может. Ну, самурайский дух, конечно, есть, но как он именно угас за эти годы, после Хиросимы и Нагасаки, а также Токио и всего прочего, не знаю. Но нельзя это его сразу так воскресить, но предположим даже, что под пеплом тлеет жар, да? Духа Бусидо и так далее. Если это сделать, то тут же оживится Германия. Тут же. Ей нельзя будет не дать каких-то позиций. На Польшу опереться вместо Германии, как говорилось в одном рассказе о Генре, песок – плохая замена овсу. Поляки не могут выдерживать крупных нагрузок, да? Включение северных стран в НАТО – это не мелочь. Это не мелочь. Это сейчас пока что все спокойно на арктическом направлении, но и Балтика оказывается в совершенно новой ситуации, и Арктика тоже оказывается в новой ситуации, и все эти неприятности с Суэцким каналом и Бальмаддовским проливом означают, что Северно-Москвой путь – это новая аппетитная точка, и там тоже будут конфликты. Короче говоря, вполне может быть, что за 10 лет возникнет глубокое перевооружение Германии и Японии. Если оно возникнет, то надо внимательно следить, куда движется Турция. Пока что, слава богу, она занимает неустойчиво антирусская позицию. Она имитирует какую-то прорусскость, на самом деле делает много антирусского, но она не становится на тропу войны с Россией. Слава богу, ибо в существующей ситуации мы бы этого не выдержали. Кроме того, она пока что в НАТО и так далее. Поэтому пока что все так, как есть. Но надо бы обратить внимание на японско-турецкие связи, на то, что медленно назревают проблемы в отношениях Ирана и Турции, на то, что Северный Кавказ тихонько-тихонько начинает подгорать, я имею в виду Лизгитана и все прочее, и на то, что враг не дремлет. Уже президент России сказал о том, какое именно расчленение ему предлагали в виде горькой части сладкого вхождения в Европу, да? Уже это было сказано, и давно мы знали, что мюнхенская речь была неспроста, это был ответ на некие предложения по расчленению. В пределах этих расчленений ничего, кроме геноцида, быть не может. Мир будет катиться в ад, в настоящий рукотворный ад. Поэтому нам надо быть на чеку, двигаться все время в новом направлении, мягко-мягко, деликатно и очень с оглядкой освобождаться от чего-то такого, что несовместимо с этим нашим движением, и помогать этому другому комфортно нас покидать. Тогда наш завтрашний день будет, может быть, не таким сытым, как кому-то хотелось бы. Есть люди, которые капризничают по поводу того, голландские будут устрицы или другие. Перебьемся с этим вопросом. Но он будет счастливым, и он абсолютно не будет полуголодно-мобилизационным. Он будет мобилизационным, но другим. Мы знаем, что инерция предыдущих 30 лет действует, и в культуре она действует, и в образовании, и в медицине, и много еще где. Но начнутся где-то совсем новые процессы, необычные. И эти процессы будут подхвачены всеми остальными слагаемыми русской жизни. Не сразу, медленно, но неуклонно и победоносно. Вот я хотел у вас спросить об этих процессах, Сергей Ирландович. Но, наверное, не как политолога, а как театрального режиссера. Потому что, ну, так или иначе, говорят об изменениях в экономике, политике, общественном сознании в том числе. А какие изменения прослеживаются в культуре? То, что происходит сейчас, определяется сегодняшней, да, прагматической философией президента России. Прагматическая философия президента России на сегодня состоит в том, что мы добавляем военное слагаемое к той жизни, которую вели, да, раз, добавляем, что страна нами построенная вполне себе может воевать ого-го как, да, хотя построена она, как понимаем, была для вхождения в мировую цивилизацию, то есть в Запад, а не для... И что как можно меньше нужно задевать бытие российских граждан, да, так, чтобы, ну, война была чем-то таким неизбежным, привычным, не слишком раздражающим, чем-то типа дождя или, там, не знаю, снега, да, сезонных изменений, чем-то таким. Эта философия прагматическая определяется двумя обстоятельствами, стратегическим и, собственно, прагматическим. Стратегическим, психологическим тем, что президент России строил именно эту страну, а человеку, который нечто строил, и очень верил в то, что это и есть оптимум, а Путин в это верил, и сам он говорит об этом, и никогда нельзя, ну, как бы, те чудовищные нагрузки, которые он перенес за это почти четверть века, да, перенести, если ты не веришь в то, что делаешь то, что нужно, да. Это одно обстоятельство, психологическое, экзистенциальное, стратегическое. Вот построили это и самим же начать это разрушать очень тяжело. Очень. А есть еще и прагматическое обстоятельство, которое говорит о том, что надо не, как бы, не знаю, военную элиту чисткам подвергать, а снаряды подвозить на позиции в невероятном количестве. Надо не директоров этих менять неизвестно на кого, быка на индыку, да, а надо по-настоящему запускать это производство и контролировать все это. Надо не седовать на то, какие у тебя не ахти генералы, да, а проводить спокойно мониторинг и чистку и помнить, что у тебя делает каждый полк на этой территории. Это Путин. Мы видим на экранах фактически то, что видели. Мы видим, как именно в образовании до сих пор в государственных вузах, пусть не первой линейки, но вполне себе и не последней, повышают зарплаты к профессорам, которые чаще цитируются американскими СМИ научными, да, мы видим, кто получает всякие там культурные призы и так далее, и мы видим, что, во-первых, инерция очень велика, а во-вторых, никто ее ломать через колено не хочет. Она такая, как есть. Внутри нее начинается, с моей точки зрения, процессы какого-то дежавю. Объясню. В советскую эпоху я, как театральный режиссер, очень хотел поставить спектакль о Феликсе Едмоныче Дзержинске. Я считаю его фигурой гениальной, трагической, удивительно внутренне противоречивой, в чем-то страшной, вполне, как там герой Шекспира, да, в любом случае заслуживающий адекватного этой фигуре сложного показа. Но тот самый советский поздний эстаблишмент, который потом превратился в антисоветский и довел страны до ручки, он хотел рассказать, что Дзержинске белый и пушистый. Он друг детей, великий гуманист, человек, который всегда работал в белых перчатках и так далее и тому подобное. Это, естественно, неправда. Раньше мы слышали от Сванидзо, что это жуткий людоед Дзержинский, да, а теперь мы опять слышим, что он белый и пушистый. И это дежавю. И этих дежавю очень много. Опять создается комсомол. Мне не знать, каким он был, и что он сейчас будет намного хуже. Опять создаются какие-то структуры там патриотически молодежные, которые все продемонстрировали на Болотной. Опять идет вот это заорганизация. Опять я вижу какие-то черты жизни, да, про которые мне приходится говорить. Я вижу какого-нибудь крупного партийного функционера, так сказать, официального. Я говорю, батюшки, это чистый клон мытищенского райкома комсомола 1975 года. Откуда берется вот эти процессы дежавю, идущие в нашей жизни. И как бы есть одно из слагаемых, которое заслуживает самого серьезного внимания для меня, как театрального режиссера. Я не буду критиковать чьи-то работы, потому что я сам в профессии, и это моветон. Но я вот говорю об этом. Мы наблюдаем вот эти как бы криминально-патриотические тенденции, которые до добра тоже не доведут. И мы понимаем, что практически благодаря тому, что говорится о том, что жить будем как прежде, плюс воевать, и в этой формуле есть много здравого и одновременно стратегическая червоточина, то по этой причине ничего гуманитарно нового не возникает так, чтобы в этом реально тактично и бездирективно участвовало государство. Нет нового альтернативного большого потока, который бы, как бронепоезд на запасном пути, переводил бы сейчас культуру, всю гуманитарную сферу, сферу смыслов и всего прочего, переводил бы на принципиально новые, как говорят, патриотические рельсы, сообразные той новой внешней ситуации, в которой мы оказались. Этого процесса как массового нет. Мы как сражались на определенных направлениях, так и сражались. Что нам говорят, например? Что надо быть попроще. Нам нужно захватить всякие там крупные социальные массивы, надо их захватить, а это можно только упрощая, а люди тексты уже не читают, нужны мемы и так далее. Извините, все это происходит только тогда, когда мухи отдельно, котлеты отдельно, когда отдельно блеющий умник, а отдельно истеричествующий пацан, тогда пацан лучше, потому что он как-то хватает за душу. Но если интеллект и эмоции соединены, а в этом миссия России в 21 веке, то вполне можно действовать по-другому, примером чего, в частности, являлись когда-то телевизионной передачей «Суд времени», на которых мы обсуждали сложнейшие вопросы и захватили этим достаточно широкие массивы людей. Это Россия. Она, как мне кажется, даже больше, чем Белоруссия в этом смысле. Я был на Белоруссии на гастролях, там все консервативнее и спокойнее. А Россия очень взбудораженная. И она к этой сложности готова всегда. Она может сколько угодно опроститься, деградировать, и все равно внутри этой русской души будет запрос на то, о чем когда-то у нас сейчас президент часто цитирует Достоевского. Было сказано одним из героев братьев Карамазовых, Алешей, было сказано про брата Ивана, что брат Иван такой человек, жить ему и умереть не важно, а важно мысль разрешить. это и есть русская миссия в 21 веке и всегда. Россия, конечно, производит нефть и все прочее, она должна научить производить все, что ей нужно для самообеспечения, и она умела это делать, но ее главное производство в разделении мирового труда это производство новых смыслов и стратегем. Вы сказали, что Россия способна создать профессиональную армию из 3 миллионов человек. Ну, не быстро, не сразу, но тем не менее способна. В нашу предыдущую беседу вы приводили в пример Людвака, который тоже говорил, что и Украина способна создать армию в 3 миллиона, если не ошибаюсь. Вот недавно появились такие новости, что Киев планирует мобилизовать от 450 до 500 тысяч военнослужащих в ВСУ. А как вы считаете, они действительно способны на такую армию? Наверное. Они способны. Россия, как бы, правящие партии все, они такие вхожденческо добродушные отчасти. У них есть и криминальная составляющая, и какая-то внутренняя жесткость людей пробивавшихся, но они относительно умеренные. Украина как бы управляет, господствует, делает с ней что хочет. Очень темное и талантливое меньшинство в 600-700 тысяч людей. Они могут сделать с ней что угодно. Им отдана вся власть. Назовите это необандеровцами, греко-католиками или как еще. Это иступленное темное меньшинство. Я-то говорил о профессиональной армии. Я говорил о том, что Россия при существующей ценовой конъюнктуре и ее экономических возможностях, если они будут мобилизованы, если правильно будут некоторые факторы использованы, может заплатить, начиная с 400 тысяч рублей и дальше повышение по статусу, 3 миллионам военных заплатить деньги и чтобы эти военные в охотку шли туда, чтобы в этом смысле мобилизации не было вообще. Почему? Потому что в Советском Союзе мобилизация была подготовлена всем, была вся инфраструктура материально, оружием и всем, и если завтра война, если завтра поход, если темная туча нагрянет, как один человек, весь советский народ на защиту отечества встанет. Это было, фильмы все, Александр Невский и так далее. Образ жизни поколения было готово воевать, оно знало, что оно будет воевать, оно в этом духе было воспитано. Были все эти знаки ГТО на груди у него, попробуй еще сдай это ГТО, это очень серьезные нормы и все прочее. Тогда можно было раз крупную мобилизацию, 10-миллионная армия и война. Сейчас это эффективно не будет. Не будет. И мне кажется, что наше руководство это понимает. Нам нужно так изменить образ жизни в сумме, чтобы мы выдержали трехмиллионную армию профессионалов и чтобы эта армия не села на шею обществу. Украина ничего подобного сделать не может. Она может только мести под гребенку. У нее нет денег. И никто ей этих денег не даст. Никогда. А то, что Лютовик и другие говорят, так они говорят, мобилизуйте и гоните скот на бойню. Это и будет сделано. Это они сделать сумеют. Этого хватит на то, чтобы лить кровь и упираться рогом еще не один год. Все их мечты о том, что они одним махом семерых побелахом и москалей сбросят и очутятся в Кремле, все они сведены только к Майдану в Кремле. Ни о какой военной победе уже никто не говорит. Все. Это кончилось. Понятно, что ни о какой профессиональной армии, тем более численностью в 3 миллиона в Украине речи не идет. Эту 60-летнюю сделают. Да, так об этом еще речь. Под ребенку всех загребут, потому что верхушка такая сатанинско сосредоточенная, она талантлива в своей подлости и в своей решимости лить кровь. Она талантливо сосредоточена и ей даны колоссальные возможности. В свете всего вышесказанного, как вы считаете, когда Запад все-таки решит сбросить этот балласт в виде Украины? Стратегически никогда. Тактически все что угодно. Я говорю, какая-нибудь мышь по фамилии Блинкен и так далее возьмет взятку у какого-нибудь нашей особо шустрой мыши частной и что-нибудь решит устроить такое в связи с выборами нечто приятное, то мы можем ждать чего угодно любых поворотов. Врождение огромное, но политическое ядро правящего класса, как вы его не называете, глубинное государство и так далее, никогда не отдаст России Украину. Никогда. Потому что для них это означает восстановление империи, потеря, победы в холодной войне, а они эту победу невероятно ценят и считают главным краеугольным камнем построения новой модели мирового господства, а старую они развертывать не могут. Поэтому политическое ядро правящего класса никогда не отдаст Украину. А Блинкен и Салливан и прочие, Кэрри и так далее, могут быть и куплены, и поддаться каким-то своим сиюминутным интересам и реагировать на какие-то такие частности конъюнктуры, которых даже представить себе невозможно, и глупость любую совершить. Но это будет исправлено, а вероятность того, что это будет совершено, не превышает 10-15%. И то, что про это начали писать западные газеты и все прочее, ничего не означает. Ничего. Да? Им один раз скажут циц, они замолчат. И это вопрос тоже торговли с украинцами, там, а вот сейчас как возьмем, да как сдадим, а лучше вот это сделайте, и вот это сделайте. Это все очень сложные ситуационные игры. Стратегия равна константе. Мировое господство невозможно, если начнет восстанавливаться СССР 2.0. Да? Только ощущение того, что страна настолько мощна, что делать нечего, со скрипящими зубами может их побудить к тому, чтобы каким-то способом принять эту горькую пилюлю русской эридентой, которая для нас абсолютно спасительна. Да? Но только когда мы предъявим настолько мощные стратегические аргументы, которые их к этому побудят. А это не ядерное оружие. Это вот именно, как мне кажется, то, что я говорю. Я ведь не настаиваю на мгновенном изменении всей русской жизни, я понимаю, что оно невозможно. Но с чего-то надо начать. И начать надо, глядя в глаза открывшимся опасностям, без всякого паникерства, очень спокойно и осторожно, и со стратегическим замахом на принципиально новое будущее России и мира. Без новой России не будет нового мира. Не будет нового мира, будет ад на земле. Президент Беларуси в беседе с журналистами перед этим саммитом ЕС, который прошел в Питере, сказал, что в следующем году у Украины будет, возможно, последний шанс как-то урегулировать этот конфликт, после чего страну, скорее всего, ожидает неминуемый крах. Как вы считаете, они этим шансом воспользуются? Я считаю, что нет. Я считаю, что нет. Я считаю, что президент Лукашенко, который всегда действовал очень рационально на основе здравомыслия человеческого и в этом смысле белорусские реформы во все эти годы носят на себе печать этого здравомыслия, сдержанности, разумности и такой последовательной консервативности этих лучших свойств белорусского народа. Он проецирует себя на них. Он недооценивает уровень безумия и страстей и вот этой мировой алчности. Он считает, что люди так же рациональны, как он, а они не такие. Вот в самом хорошем смысле слова самое сильное, что есть Лукашенко, это нормальный человек. Мужественный, разумный, нормальный. Как вы однажды говорили, земной. Да. Вот такой. А с той стороны никакой этой нормальности нет. А в определенных ситуациях безумная страсть, соединенная с технологичностью побеждает нормальность. И Лукашенко чуть и не проиграл со своими рациональными построениями в момент, когда он увидел, какое безумие с другой стороны. Думаю, что он это до сих пор осмысливает. Мне это так кажется. Все-таки, чтобы закончить нашу беседу на такой более оптимистичной ноте... Давайте, Новый год близко. Хотелось бы узнать ваше мнение, ждут ли нас какие-то положительные тенденции в будущем году. Я имею в виду, как внутриполитические, так и внешнеполитические. Ждут. Ждут. Мы будем укрепляться, мы будем очищаться, да? Мы уже выстояли, мы будем мотать на ус, мы будем исправлять свои ошибки, не будет никакой оголтелости во всем этом. И мягенько, и спокойненько мы решим еще 10-12 тактических проблем. Потом мы упремся рогом в стратегические, и вот тут где-нибудь в 1927 году и так далее, начнутся какие-нибудь совсем-совсем серьезные изменения, обязательно подталкиваемые нашим противником, да? Враг нас не предаст. А сейчас нас ждут тактические улучшения, кропотливая работа, вот эта деградация западной жизни и украинской, да? Ситуационные победы, какие-то неприятные эксцессы одновременно, в среднем мы будем жить лучше. Мы все равно очищаемся. Все равно пролитая кровь на Украине, да, это русская, это спасение русского будущего, стратегического. Она уже действует и будет действовать дальше, как это не горько с одной стороны, но как это не судьбоносно с другой, ибо если бы не было этой судьбоносности, то где-нибудь лет через 5-6 нас бы ждала совсем большая катастрофа с огромной кровью и позором. А сейчас мы движемся все равно в другом направлении. Непоследовательно, через пень-колоду, кое-как, но движемся. И мы будем продолжать это спасительное для России и мира движение. Ну, тогда осторожно верим в лучшее в таком случае. Да, конечно. А как иначе? Глаза боятся, руки делают. Что ж, спасибо вам большое, Сергей Ирландович, как всегда, за эту интересную беседу. И, ну, разумеется, с наступающими вас праздниками. И вас тоже. Спасибо за этот интересный диалог и с пожеланием всего хорошего и спасительного для замечательной страны Беларуси. Взаимно. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова